Всем большой привет! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. У нас с вами начинается новый влог и он будет на бьюти-тему. Если вам это интересно, то пожалуйста, оставайтесь со мной. Кстати, я сейчас уже начала распаковывать посылку и хочу обратить ваше внимание, насколько классно она упакована. Первый раз вижу вот такую упаковку, такой полиэтиленовый пакет, который здесь не с пупырышками, а вот такие ячейки с воздухом. И они, я так понимаю, очень хорошо сохраняют ваш товар. То есть здесь все отлично упаковано, ничего при транспортировке точно не побьется, не сломается. Мне кажется, это очень важно, особенно когда вы заказываете какую-то косметику, палетки и так далее, потому что они могут побиться, расколоться. А здесь все очень классно упаковано и на дне тоже эта упаковка, тоже такая мягенькая. Вот все, что было в моей посылочке. И также мне еще положили пробники. Пробники это всегда очень приятно, особенно пробники ароматов. Например, в других магазинах, всем известных, даже не буду их название говорить, но я думаю, вы понимаете, о каком магазине я говорю. Вообще никогда не дождешься вот этих пробников ароматов. А здесь вот положили такой классный пробник аромата. И еще какой-то крем-пробник тоже. Ссылочку на сайт я, конечно же, оставлю внизу под этим видео. И также я хочу вам еще сказать, что для вас, дорогие мои подписчики, будет действовать скидка вот по этому промокоду на всю продукцию на сайте Рандевуд. Также еще хочется отметить, что мне лично самой сайт очень понравился. Он удобный, легко можно найти все необходимые вам товары. Также там огромный выбор вообще косметики на любой вкус. Очень много разных брендов, оттенков и так далее. И на этом сайте вся продукция, конечно же, оригинальная. И там очень часто проходят различные скидки, акции. Хочу вам показать. Это моя новая помада от косметики Revolution Pro. У меня уже тоже есть эта косметика, некоторые средства. И мне она нравится. Я взяла оттенок очень такой красивый. Сейчас он у меня на губах, кстати. Но единственное, что вот эта помада у меня, она с карандашом от марки Nuxe или NYX. Но выглядит на губах вот так. Вот, сейчас я вам покажу саму помадку. Посмотрите, какой у нее симпатичный такой флакончик золотистый с таким леопардовым принтом. Помадку я уже активно использую. Она матовая, имеет очень красивый оттенок. И на сайте Рандеву просто огромный выбор помад. Очень классные есть оттенки. Также и Lime Crime есть, и другие классные помады. Сказала себе еще тональный крем от корейской марки. У него в составе есть муцин улитки. И вообще состав очень хороший. И хочу сказать, что для любителей корейской косметики на сайте Рандеву ее достаточно много. Различных корейских брендов. Так что вы найдете обязательно что-нибудь для себя. Особенно тем, кто любит такую косметику. У меня очень когда-то был корейский тональный крем. Мне он понравился. Решила попробовать вот этот. И я осталась очень довольна. Он классно выравнивает текстуру кожи. Цвет подстраивается под тон вашего лица. И очень классно выглядит на коже. Все маскирует, все недостатки. У него финиш такой, я бы не сказала, что слишком матовый. А такой даже, наверное, больше как бы естественный финиш на лице. Но он даже подходит и для моей склонной к жирности кожи. Потому что как бы он не сильно матовый. Но при этом никакого жирного блеска нет. Очень естественно и натурально выглядит на лице. Так что я осталась довольна. И вам советую. Он такой легенький. Хорошо распределяется по коже. И как я уже сказала, все хорошо выравнивает и скрывает недостатки. Далее это новый бронзер от фирмы Pupa. Посмотрите, какой он огромный. Он практически с размером с мою голову. Это написано, что вообще компактная пудра оттенка охры. Но для меня это как бы, скажем так, такой бронзер. У него вот такая упаковочка очень симпатичная. И внутри тоже все классно выглядит. Вот такой он большой. Его хватит просто на нескончаемое количество времени, мне кажется. Вот такой у него оттеночек. И хочу сказать, что у него просто потрясающий какой-то, знаете, такой конфетный, сладкий, я бы даже сказала десертный такой аромат. Аромат просто потрясающий у этого бронзера. И он очень красиво смотрится на лице. Я им довольна. Марку Pupa я очень люблю. Вот. И такой классный он. Хватит его действительно надолго. От Pupa там на этом сайте достаточно много различной косметики. Также еще от Isadora я приобрела вот такую палеточку теней. Здесь 4 оттенка. Марку Isadora я тоже люблю. И она, кстати, не везде есть, а на сайте рандеву она присутствует. Поэтому это тоже лишний повод туда заглянуть, потому что марка Isadora действительно очень классная. Я взяла палетку в 0.1 оттенке. Я бы сказала, это просто идеальная, идеальнейшая палетка на каждый день. Она просто создана для ежедневных макияжей. С помощью нее даже можно оформить, мне кажется, брови. Ну и также, конечно же, она отлично подойдет и для создания более вечернего макияжа. Также, допустим, такой коричневый смакий айс можно сделать. Цвета очень классные. Они такие матовые, очень красивые оттенки. Покажу вам свотчи. Все цвета матовые, как я и сказала, они классно смотрятся на веках. Хорошо наносятся. Пигментированные достаточно. Легко тушуются. В общем, я в восторге от этих теней. Это теперь моя самая любимая палетка, которой я пользуюсь достаточно часто сейчас. Ну и самое последнее, что я заказала, это вот такой сухой шампунь. Вот такая марка. Я просто обожаю сухие шампуни. У меня постоянно он должен быть в арсенале. Я всегда их заказываю и покупаю. В этот раз решила попробовать вот этот. И абсолютно осталась довольна им. Во-первых, он придает объем у корней. И также, конечно же, он справляется на все сто со всеми своими задачами. То есть он освежает волосы, когда вам нужно быстренько сделать нормальную прическу. А нет времени, например, помыть волосы. Сухой шампунь это то, что нужно. И вот этот мне очень понравился. И еще у него, кстати, очень классный аромат, который потом остается на волосах. Что тоже очень здорово. Также еще хочу уточнить, что мой примакод дает 10% скидку. Который суммируется абсолютно со всеми акциями и остальными скидками на сайте. И он действует до 15 ноября 2021 года. Так что, если вы хотели что-то приобрести, поторопитесь. В принципе, у вас еще время есть. И сейчас вообще на сайте идет осенняя распродажа. Так что самое время, чтобы себя порадовать. Еще хочу сказать об одной самой главной особенности сайта Рандеву. Это их аромабокс. То есть, в этом аромабоксе есть 8 миниатюр разных ароматов. Это отличная возможность познакомиться с разными ароматами. Протестировать их на коже, не покупая полную версию. Особенно это классно для тех девушек, которые живут в небольших городах. У которых, возможно, нет каких-то крупных сетевых косметических магазинов. И нет возможности потестить какой-то аромат. Аромабокс это, скажем так, решение этой проблемы. Потому что можно заказать этот бокс и потестить целых 8 ароматов. На себе, на коже и понять, нравится он вам или нет. А также это вообще очень классная идея для подарка. Вообще, конечно, парфюм на подарок это такой немножко спорный вариант. Но аромабокс будет классно, потому что там будет несколько ароматов. И человек точно выберет какой-то аромат, который ему понравится. Вот поэтому и для подарка это тоже супер будет. Ну и, конечно же, для себя, для того, чтобы не покупать полноразмерный флакончик. Какого-то аромата, который, может быть, сейчас вам нравится. Через какое-то время он вам перестанет нравиться. В аромабоксе будут собраны 8 ароматов, которые вы сможете протестировать. Менять их по настроению и понять, что подходит именно вам. Поэтому это очень классный такой момент. Обратите на это внимание. Так что заходите, смотрите. Смотрите, какие там есть аромабоксы. И выбирайте что-нибудь для себя. Я сделала еще немножко косметических покупок. В очередной раз я купила вот эту пудру от L'Oreal. Мне она очень нравится. Я покупаю ее уже реально третий раз. Вот моя предыдущая. Сейчас вот в таком состоянии. У меня ее доченька уронила. Она у меня разбилась. Но там уже и так, в принципе, были остатки. Нужно было покупать новую. В этот раз я взяла оттеночек 180. Хотя и в этой пудре мне подходит 130-й оттенок. Но просто его не было в наличии. Но мне показалось, что, в принципе, нормально. Я уже рассказывала про эту пудру. Не хочется повторяться. В общем, у меня даже пост есть в Instagram по поводу этой пудры. Она классная. Мне она очень нравится. Если вам интересно, то заходите в мой Instagram. И, в принципе, вы там найдете этот пост. И далее это два продукта от фирмы Stellar. Кстати, я хочу похвалить марку Stellar и вам посоветовать. Из бюджетных она реально очень классная. У них хорошие продукты, классные новинки. Цвета тех же помад. От, в общем, чего угодно. В общем, у них классная косметика. Бюджетная. Я вам советую марку Stellar. Вот такая тушь. Я от нее стикеточку оторвала. Поэтому вот так здесь получилось. В общем, эта тушь супер объемная. Такой, типа, гламурный объем дает ресницам. Вот такая у нее аккуратная кисточка. Я ей попробовала сейчас накрасить реснички. И мне понравился результат. Очень классная. Действительно, объемные ресницы. Но, в принципе, я не жалуюсь на ресницы. Они у меня и так достаточно неплохие. В целом, мне эта тушь понравилась. Могу ее советовать. Она, кстати, стоила не очень дорого. Буквально там 300 рублей. Также я еще взяла вот такую тушь для бровей. И в последнее время мне нравится пользоваться именно тушью для бровей. Не карандашом, не тенями, а вот именно тушью. Мне очень удобно. В общем, хорошо получается. Мне нравится. Моя тушь закончилась. Я захотела попробовать вот эту тушь. И я осталась ей довольна. У нее там всего два оттенка. Брюнет. Вот я взяла брюнет потемнение немножко. И блондин. Хотя у меня волосы светлые. Но любые оттенки для бровей, которые, типа, для блондинок, мне не подходят. Потому что они уж слишком светлые. Именно эта тушь мне понравилась, во-первых, своей упаковкой. И тем, что у нее очень маленькая щеточка. Потому что у нее брови небольшие, не густые. И мне удобнее пользоваться вот такой маленькой щеткой. Сейчас покажу ее. Вот такая у нее щеточка. Маленькая. Очень удобно ей пользоваться. И у нее очень универсальный оттенок. Я уверена, что подойдет многим девушкам. Поэтому обратите свое внимание. Мне тоже эта тушь для бровей очень даже понравилась. Еще одной из моих последних косметических покупок стал вот такой консилер под блондинок. От марки Max Factor. Я им уже активно пользуюсь. И я им довольна. До этого у меня был вот такой консилер-корректор от L'Oreal. Мне он тоже нравился. Но вот этим я также довольна. Он имеет такой подсвечивающий эффект. И зона под глазами благодаря этому консилеру смотрится очень свежо. Он очень хорошо все маскирует. Какие-то синячки, признаки усталости, недосыпа и так далее. И у него очень удобный спонжик. Вот такой у него спонжик. И этим спонжем удобно наносить средство на лицо. Девчонки, в этом видео я хочу вам еще показать, как я делаю свои кудри. Меня часто об этом просят. И я уже давно обещала снять такое видео. Хотя, если вы посмотрите одно из моих старых видео, я, кстати, оставлю ссылочку на него, если вы еще его не видели. Или только недавно попали на мой канал. В общем, у меня есть одно старое видео, где я вам показывала подробно, как я делаю кудри с помощью конусной плойки. У меня до сих пор эта плойка есть. Я до сих пор ей пользуюсь. Поэтому могу ее советовать вам, если она еще есть в продаже. В общем, если вы это видео не видели, то пройдите, посмотрите по ссылочке. Ну а сегодня я хочу вам показать такой способ, я его называю наскорую руку, на каждый день. Вообще, если говорить о кудрях на волосах, то для многих девушек я знаю, что такая прическа является таким вариантом на выход, на какой-то праздник и так далее. Для меня же это, ну не то чтобы каждодневный ритуал, но я очень часто кручу свои волосы. И для меня это абсолютно обычная прическа на каждый день. Конечно же, она немножечко отличается, если, например, я делаю укладку на выход куда-то, в кафе с подружками или там еще куда-то, неважно, на какой-то праздник. Я могу как бы, ну немножко больше, так скажем так, постараться и немножко по-другому, в другой технике сделать свои кудри. Но на каждый день я это делаю очень быстро, у меня это занимает буквально 10 минут. Я уже приловчилась, приноровилась и все очень легко и просто у меня получается. Сразу хочу сказать, что это только мой способ, то, как делаю я и как подходит моим волосам и как мне удобно, как мне нравится. У меня есть разные приспособления для кудрей и утюжок, и конусная плойка, и обычная плойка, и еще одна другая плойка, которую я вам сегодня покажу. Я делаю кудри абсолютно на все эти прибамбасы, то есть я могу и на утюжок сделать, и на обычную плойку, и на конусную, в общем по-разному. Но сегодня я хочу вам показать вот такую плойку, вот такой фирмы, я оставлю ссылку, я заказывала ее на Vipers, если я еще найду эту ссылку, потому что я достаточно давно уже заказывала эту плойку, не знаю, есть ли она сейчас в продаже или нет. Это просто мега бюджетный вариант, я даже не помню, она стоила, ну чтобы не соврать, она стоила, наверное, 1000 или вообще 900 рублей. То есть, сейчас я вам ее покажу, вот коробочка еще раз показываю, и сама плойка выглядит вот таким образом. Она вообще самая обычная, тут никак не регулируется температура, ничего, вот как есть, так и есть, то есть здесь одна единственная кнопка, у нее даже нет такой вот подставки, чтобы ее поставить. В общем, абсолютно обычная, но она классная, она делает очень классные кудри, у нее очень длинный такой шнур, и он вращается, ну что удобно, да, и сама она имеет вот такой диаметр. Я не помню, какой здесь диаметр, так, 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 здесь, наверное, не написано. Что-то говоря, не помню, да, какой диаметр, если вспомню, то, может быть, подпишу где-нибудь на видео прям. Чем отличается эта плойка от других? Во-первых, у нее большой диаметр, как я и сказала, хотя есть еще больше диаметр, и у нее нет вот этой верхней части, знаете, вот такой вот, то есть она просто вот такая. Можно сказать, как конусная плойка, да, это, в принципе, есть конусная плойка, у меня есть другая конусная плойка, у нее поменьше диаметра, она от фирмы Raymond, это вот моя первая была, а это вот такая более крупная, и вот мне она нравится именно для таких объемных кудрей на каждый день. Еще мне нравится, конечно, делать с помощью утюжка, но это, может быть, я потом когда-нибудь вам тоже покажу. В принципе, больше мне, наверное, нечего сказать об этой плойке, она обычная, хорошая, бюджетная, также для таких кудрей подойдет не только конусная плойка, но, в принципе, и обычная плойка, просто главное, чтобы у нее был большой диаметр, вот, как минимум, вот такой. Но это, кстати, как я уже сказала, не самый большой диаметр. Вот, нагревается она, кстати, быстро, ну, правда, температура здесь ничего не регулируется, но она очень быстро нагревается, и, в принципе, ей легко работать. Я уже включила ее в розетку, включается она вот так просто, вот здесь на кнопочку, вот сейчас я ее оставлю, пусть немножечко нагреется, хотя нагревается очень быстро. Что я делаю в первую очередь? Вот такой у меня объем волос, вот, я просто разделяю свои волосы всего лишь на две части, возьму расческу, то есть я не разделяю на много частей, я разделяю всего лишь на две части. Хорошенечко их расчесываю, вот, и работаю с каждой стороной, скажем так, отдельно, да. Вот, конечно же, я использую термозащиту, у меня вот такая термозащита от фирмы Esteele, вот так она выглядит, и брызгаю ее на ту сторону, с которой я сейчас буду работать. Сразу хочу сказать, что я делаю это не перед зеркалом, а именно перед камерой, поэтому не совсем мне удобно. Ну, в общем, когда я разделила волосы на две части, что я делаю дальше? Я просто беру вот эту часть, да, с которой сейчас работаю, и беру маленькие такие вот прядки, каждый раз вот так их прочесываю, и просто накручиваю на плойку, то есть вот просто ставлю вот таким образом плойку, и прям вот так на нее накручиваю прядку. И жду буквально, ну, я не знаю, ну, немножко, вообще секунд 10. И потом убираю. Получается вот такой небольшой завиточек, и я его откидываю назад. И проделываю то же самое со всей остальной частью волос, то есть снова отделяю небольшую прядку, прочесываю ее, и снова точно так же накручиваю ее на плойку, и держу около 10-15 секунд. Ну, и так со всей части волос. Если говорить о том, в каком направлении я кручу свои волосы, то получается, что я кручу их от лица. Ну, как бы, мне так больше нравится именно крутить от лица. Тогда прядь получается более такая красивая, в общем, ну, не то, чтобы красивая, но просто лучше лежит таким образом. Вот сейчас накручиваю уже свою челку отрошу. Видите, я это делаю без перчатки, хотя, может, не перчатка, я просто уже приноровилась, и ни разу у меня не было такого, чтобы это обожглась. Слава богу, ничего такого, в общем-то, у меня не было. Так, эту сторону мы накрутили, дальше потом мы к ней вернемся, и сейчас я буду работать уже с оставшейся вот этой стороной. То есть я тоже снова делаю все то же самое, сбрызгиваю немножко термозащитой, расчесываю. Кстати, можно не прямо каждую прядь расчесывать, ну, в принципе, вы, наверное, это видели, да, что я не прямо каждую прядь расчесываю. Но если оно не требует того, то, в принципе, какой смысл расчесывать. И вот снова разделяю по прядкам, и так же, как с предыдущей стороной, все делаю то же самое. Так же от лица накручиваю уже в другую сторону волос. Кстати, если вы обратили внимание, то кончик я как бы не до конца закручиваю, немножечко вот его оставляю, и здесь вот видно, да, что я кончик просто держу пальцами. Вот таким образом. Так же еще можно с помощью такой плойки накрутить прядь, именно концы пряди, и тогда будет вообще очень легкий такой эффект. Я делаю как бы, ну, скажем так, середину пряди, то есть я не от самой макушки, а где-то от середины пряди накручиваю. Вот, и получается такой легкий эффект. Если сделать прям от макушки, ну, накрутить, да, то будет более, ну, как сказать, более праздничный такой эффект. Вот, как раз-таки о чем я и говорила, это если куда-то на выход, и нужно, видите, я где-то с середины пряди накручиваю, а если на выход, да, и нужны какие-то прям сильные кудри, то можно прям от макушки крутить. Это тогда будет немножко другой способ. Нужно будет выше задирать, поднимать плойку, ну, скажем так, крутить просто от корней. Так, мы сейчас с вами подходим практически к концу. Вот у меня осталась, ну, одна прядка и вот кусочек челки. В принципе, я, наверное, их вместе соединю и вместе их вот так вот подкручу. Ой, так, немножко сбилось. Видите, вот еще кусочек волос висит. Подшерсток растет. Потому что после беременности, конечно, какая-то часть волос выпала, но, скажу так, то, что прям сильного какого-то волосопада я не заметила, потому что у меня и до этого волосы выпадали. Вот, в принципе, то же самое для меня было. Ну, вот, в общем-то, в принципе, это все. Все, плойку мы выключаем, оставляем ее. Теперь что мы делаем? Теперь вот просто я вот так вот, вот такие кудри получились. Я их просто вот так вот взбиваю руками. И все. То есть просто взбиваю их руками. В принципе, можно расчесать немножко, чтобы они были еще более такие мягкие. Вот такой результат у нас получился. Что касаемо лака, я вообще обычно не пользуюсь лаком, то есть у меня волосы очень хорошо держат кудри. Я не знаю, почему так. У меня волосы от природы вообще, как вы видели, абсолютно прямые. Вот то, что было в начале. Это мой природный, естественный вариант. Я никогда их не выпрямляю. У меня волосы супер прямые от природы. Но кудри они держат у меня хорошо. Поэтому лаком я практически никогда не пользуюсь. Но сегодня у нас дождливая погода. За окном дождик. Вот, поэтому я все-таки воспользуюсь лаком, потому что как раз сейчас пойду на улицу. Немножечко взбрызну. Кстати, этот лак от Фиберлик очень даже хороший. Рекомендую вам его. Ну а вы смотрите сами на свое усмотрение. То есть как у вас держат волосы, кудри или нет. Тут уже все очень индивидуально. В общем-то вот такой результат у нас получается. С помощью вот такой плойки. Такой вот легкий вариант на каждый день. Давайте покажу вам сзади, что у нас получилось. Очень легкие такие воздушные кудри. То есть эта прическа на мой взгляд не выглядит так, как будто бы вы 20 часов провели около зеркала сделать, чтобы такую прическу здесь что-то щелкало. У меня тут топорщица как-то. В целом вот такой вариант. Очень легкий. Мне нравится. Напишите, как вам такая укладка, такие кудри. Кстати, и также еще напишите. Мне будет очень интересно почитать, как вам больше нравится мой образ с прямыми волосами или же вот с такими кудряшками. Да, что-то щелка у меня тут сегодня. Ну ее в принципе можно уложить вот так. Ну а в целом вот такой вот вариантик. И мне очень нравится, кстати, вот эта вот передняя часть, вот такая отросшая щелка, именно за то, что она дает вот такой небольшой объемчик около лица. Поэтому, девчонки, если вы, допустим, не хотите сделать щелку, да, потому что сейчас они как-то не особо актуальны, но вот такие передние бряди около лица, мне кажется, не очень актуальны. И вот добавляют такого дополнительного объемчика, особенно если у вас прямые волосы, как у меня. Вот такой результат у меня получился. Так что советую вам тоже приобрести вот такую крупненькую плойку и делать на нее вот такие кудри естественные на каждый день. Это очень мало занимает времени. Действительно просто многие говорят, что вот у меня вообще ничего не получается. На самом деле здесь дело практики, то есть нужно несколько раз, ну, вернее, много-много раз попробовать, и потом вы будете это делать на раз-два. Я вообще, как я вам сказала, я делаю это очень быстро. Может быть, там сегодня я делала даже чуть дольше, потому что на камеру, а когда вот я сама это делаю, я вообще это могу сделать за минут 8, это точно. Это очень мало занимает времени, и как бы для меня это обычная прическа, ничего особенного, вот так вот на каждый день. Вот, еще раз вам покажу. Ну вот и все, если ссылочку найду на эту плойку, то обязательно ее оставлю. Ну вот и все, я буду с вами прощаться, большое спасибо, что посмотрели мое видео, мы, конечно же, встретимся с вами в новых моих влогах. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, мне будет очень приятна ваша поддержка. Ну все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok